Воспользуйтесь одним из самых приятных и самых красивых способов борьбы со стрессом. Аквариумы и аквариумные рыбки наполнят Ваш дом или офис гармонией и спокойствием. Комплексное обслуживание от установки до оформления и квалифицированных консультаций. Отличный выбор и очень приятные цены. Магазин «Зоотовары» по адресу Южная, 103, телефон 28-3153. Смотрите сегодня в новостях. Такая разная любовь к детям. Откуда в братские берутся педофилы и как с ними борются правоохранители. Все дело в деньгах. Городские чиновники рассказали, с чем связаны в перестановке в руководстве спортивными учреждениями Братска. Готов к труду и обороне в школе ДСА вернули советские нормы физической подготовки. Три новые трассы и парковка на 300 автомобилей. Горнолыжников и сноубордистов ожидает много нового на горе Пехтовой. В Братском городском суде началось рассмотрение дела по иску мэра Братска Константина Климова, главе городской администрации Елене Гольцворд. Сегодня состоялось первое судебное заседание. Никаких сенсационных или громких решений суд пока не вынес. По сообщению Пресс-службы городского суда, на судебном заседании представитель ИСЦА направил ходатайство о запросе дополнительных доказательств по делу. Часть ходатайств суд удовлетворил. Следующее судебное заседание пройдет 10 октября. Напомним, 27 сентября мэр Братска Константин Климов обратился в Братский городской суд с исковым заявлением о досрочном расторжении контракта с главой администрации Еленой Гольцворд. Основными причинами для принятия такого решения, как сказано на сайте городской думы, стало неисполнение главой администрации полномочий по решению вопросов местного значения, невыполнение условий контракта, а также нарушение требований федерального законодательства. Городские чиновники разъяснили, чем вызваны кадровые перестановки в местном спортивном руководстве. Напомним, 19 сентября с поста руководителя муниципального автономного учреждения Дирекция спортивных сооружений был уволен депутат Братской думы Александр Сухих. По его словам, никаких разъяснений со стороны работодателя, а эта городская администрация при этом не последовала. Спустя две недели чиновники разъяснили, чем же вызвано увольнение Александра Сухих. Причин несколько, но все они сводятся к слабой прозрачности доходов и расходов муниципального учреждения. В частности, как заявила на специальном брифинге заместитель главы администрации Марина Зубакова, Александр Сухих неправомерно завышал зарплаты некоторым работникам организаций, которые входят в Дирекцию спортсооружений, при этом не поднимая зарплаты бюджетникам. Кроме этого, сдавал в аренду площади муниципальных учреждений предпринимателям без согласования с городскими властями. А часть прибыли из платных услуг, которые оказывало муниципальное учреждение, и вовсе уходила на счет частной компании, минуя городской бюджет. То есть все жители города Братска, которые обращались в спортивный комплекс Таежный за получение муниципальной услуги, например, бассейна, тренажерного зала, спортивного зала, сауны и так далее, они платили деньги в кассу якобы Таежного, ну мы так думали, да, что в кассу Таежного, но проходили эти денежные средства через кассовый аппарат коммерческой структуры, общества с ограниченной ответственностью. Естественно, отражались на ведении бухгалтерской отчетности данного юридического лица коммерческой структуры и поступали, соответственно, на расчетный счет этой организации. Сколько денег таким образом поступило на расчетный счет коммерческой компании, Марина Зубакова не уточнила, но при этом не исключила, что результаты финансовой деятельности Александра Сухих будут проверять правоохранительные органы. К этому добавим, что сам Александр Сухих тоже намерен оспаривать свое увольнение в суде. А в настоящее время дирекцию спортивных сооружений возглавляет Андрей Савинов, также депутат городской думы. Сегодня утром не разъехались грузовик и Тойота. ДТП случилось на улице Пехтовой. По словам водителя и пассажира виномарки, они ехали со стороны улицы Баркова по главной дороге. Грузовик, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу. В результате он врезался в виномарку сбоку. Бампер протаранил окно Тойоты. А потом грузовик протащил легковушку несколько метров. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал. Педофила из Братска Андрея Девятова по предварительным данным осудят уже в декабре. Его обвиняют в развратных действиях в отношении малолетних детей. По данным следствия, на протяжении двух лет Девятов знакомился с подростками, в основном из неблагополучных семей. Буквально приручал их. После чего приступал к непосредственным действиям, которые снимал на камеру и выкладывал в интернет. Подобные случаи в Братске случаются пугающе часто. За прошедшие 9 месяцев этого года в Следственном комитете по Братску заведено два уголовных дела. За весь 2012-й – четыре. Вот один из случаев, который случился пару лет назад. Бывший сотрудник милиции, сожитель слова женщины, у которой был ребенок, девочка, пяти лет. Он неоднократно совершал с ней насильственные действия сексуального характера, а именно в отсутствии мамы, а именно прикасался к ее половым органам, гладил, целовал, водил своим половым членом по ее половым органам. Девочка, не понимая, что происходит, в принципе, какого-либо активного сопротивления не оказывала, как я уже говорил выше, ввиду состояния беспомощности. А вот на этих кадрах педофил ведет свою юную жертву в лес на улице Муханово. Он представился сотрудником отдела по делам несовершеннолетних и повел девочку в несуществующее отделение полиции. К счастью, ребенку удалось сбежать. Тогда мужчин из этих историй осудили на 15 и 16 лет. А порой за подобные действия преступники умудряются оставаться на свободе. Им суд присяжных зачастую выносит вердикт «невиновен», ведь педофил не насиловал ребенка. Однако, согласно Уголовному кодексу, за подобные увлечения можно получить от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Кстати, все чаще насильниками детей становятся их родственники, отцы или отчимы. За помощью впоследствии маленькие жертвы обычно не обращаются, боятся или стесняются. Дети зачастую боятся сообщить о совершенном отношении их преступлений, поскольку полагают, что родители будут ругать их. Дети понимают, что это нехорошо. Да и зачастую преступник говорит, что вы молчите, иначе будет и тебе плохо, и мне плохо, нас наругают. Вот поэтому дети, как правило, держат это в себе, и порой это становится известно совершенно случайно. Допустим, ребенок может рассказать подруге, другу, а это уже, соответственно, взрослым. И психологи, и следователи отмечают, чаще всего и педофилы, и их жертвы из благополучных семей. Преступники могут воспитывать своих детей, занимать хорошие должности на работе. Специалисты советуют, обращайте больше внимания на ребенка, не оставляйте его без присмотра. И обязательно тщательно выбирайте спутника жизни. В большей степени рискуют те дети, которые где-то в одиночестве отбились, так сказать, от стайки своих сверстников и бредут там. Те дети, подверженные, которые оказались в какой-то степени чем-то обижены, чем-то травмированы, то есть они в каком-то состоянии в таком находятся. Поэтому, естественно, что в первую очередь нужно добиваться того, чтобы ребенок был постоянно под присмотром. Конечно, каждый день говорить методично просто о том, что со взрослыми, с незнакомыми нельзя никаких дел иметь. Ничего брать у них нельзя, никуда с ними идти нельзя. Если они тебя тянут, нужно, значит, прям благим матом орать, верещать, кричать. Впрочем, подобная профилактика, как показывают случаи, к должным результатам не приводит. И чем доверчивее и смелее остаются дети, тем больше девятовых появляется по всей России. Влада Ансупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». На горе Пехтовой идет грандиозная подготовка к новому спортивному сезону. Сейчас в километре от финиша горнолыжной трассы работает техника. В скором будущем здесь появится парковка на три сотни автомобилей. Впрочем, этим строительные работы не ограничиваются. По словам работников комплекса зимних спортивных сооружений, на 90% уже готовы три новых трассы для горнолыжников и сноубордистов. Одна будет очень легкая для начинающих. Протяженность от верхней точки до финиша километр 600. Другая трасса появится, то есть уже пробита, левее канатного подъемника на спецлалами. То есть на спецлалами будет сейчас две трассы. У нее протяженность 600 метров. Третьей трассой станет так называемый детский уклон с тюбингом, подъемником и сноуборд-парком. На Пехтовой нас заверили. При благоприятных погодных условиях парковка и трассы будут готовы уже к началу горнолыжного сезона. Но есть нюанс. Новые трассы начнут функционировать не раньше декабря, поскольку к ним не подведена водоводная система, необходимая для искусственного оснеживания. Нужно будет подождать, пока ляжет необходимый слой обычного снега. Новый теннисный стол, тренажеры и настольный хоккей. Такие подарки получили сегодня подопечные братской организации «Общество глухих». Подарки на сумму 150 тысяч рублей приобретены на спонсорский грант. По словам специалистов, ходить в спортивные клубы для этих людей проблематично, далеко и накладно. Теперь инвалиды смогут оздоравливаться в знакомом и любимом месте совершенно безвозмездно. Здесь по месту, во-первых, в своем кругу, то есть нестеснительно, приятно. Здесь поработали по спортивным залам, там чай попили. Поэтому, думаю, будет спорт среди инвалидов только развиваться. Сегодня в рамках открытия проведен небольшой спартакиаду между двумя обществами. Общество глухих и общество общих заболеваний. И надеемся, что они будут востребованы. Уже написано расписание, будут приходить люди заниматься непосредственно здесь. Отбросить волнение и выстрелить точно в цель. Алексей уже держал в руках оружие. Но сегодня случай особенный. Если покажет высокие результаты, получит значок ГТО. Для молодого человека этот знак многое значит. С детства он мечтает служить в морской пехоте. А подобные награды могут поспособствовать исполнению его мечты. Сейчас прошло первое испытание. У меня стрельба была. Не знаю, как еще отстрелялся. Результатов я еще не знаю. Но думаю, что отстрелялся хорошо. Всегда хотел в армию пойти в морскую пехоту. У меня дядя морпех. Я всегда хотел пойти по его странам. В братской школе ДОСАВ прошли испытания по нормам ГТО. По рекомендации президента, в России возобновлен физкультурный комплекс, готов к труду и обороне. Стрельба, метание гранаты на дальность, подтягивание на перекладине. Эти умения должны показать участники. «Один день в армии» – такое название получили соревнования. Организаторами сегодняшних состязаний выступили филиал уголовно-исполнительной инспекции совместно с Подудским и Правообережным судом. Ведь участники, которые сдают нормативы, особенные. Все эти ребята на контроле у правоохранительных органов. Сегодня у нас дети, которые трудновоспитуемые – это первые ласточки, которые отважились на сдачу норм ГТО. Мы рассчитывали на одно количество, их изъявило больше, почти в два раза. То есть они самостоятельно сюда изъявили желание, выпросили у педагогов своих, чтобы их привезли сюда для сдачи этого комплекса. Все эти ребята хотят получить заветные значки, но подобных наград сегодня только 10. Поэтому и выложиться нужно на 100%. Эти знаки для многих – шанс реабилитироваться за свои проступки. Вижу спортивный интерес. То есть ребята еще не понимают ценности значка ГТО, какую он функцию несет. Больше, видимо, кому-то рассказывали бабушки, дедушки, папы, мамы. То есть слышу, что кто-то знает из них. Но тем не менее интерес пока что спортивный. То есть проявить себя, показать наивысший результат. Алексей сегодня был близок к значку, но нужного количества баллов молодой человек не набрал. Специалисты отметили его упорство и пообещали, что он сможет пересдать нормативы уже в ноябре. Ведь теперь они станут традиционными. Следующие подобные соревнования намечены на зиму. В ДОСАФ отметили – получить такие знаки могут не только мужчины. Девушки тоже должны быть готовы к труду и обороне. Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город». Принимаем сбережения граждан под 35% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон 41-31-11. Разошлись с миром. Братский сибиряк сыграл в ничью с одним из лидеров первенства России по футболу на восточной зоне 2-го дивизиона. Накануне наша команда принимала в гостях клуб «Чита». Матч начался с атак гостей. Прошло чуть больше 10 минут и «Чита» доказала, что не зря считается одним из сильнейших клубов «Востока». 1-0. До конца тайма ситуация не поменялась. Сибиряк хоть и настойчиво штурмовал ворот соперников, но реализация голевых моментов оставляла желать лучшего. Во втором тайме «Братчане» продолжили атаковать ворота «Читинцев». Во время одной из атак у себя в штрафной гости сбили футболиста «Сибиряка». Судья справедливо назначил 11-метровый, который уверенно исполнил Алексей Сабанов. 1-1. Под занавес поединка похожая ситуация возникла и у ворот «Сибиряка», но у нас блестяще сыграл голкипер Тимур Рахматуллин. Счет до конца встречи не изменился. 1-1. Ближайший матч «Сибиряк» проведет уже завтра, 5 октября, на стадионе «Металлург». В гости к нам приедет команда «Амур-2010» из Благовещенска. Начало матча в 3 часа дня. Между тем, предстоящий 5 октября матч может стать для «Сибиряка» последним. Об этом заявил главный тренер нашей команды Евгений Харланов. По его словам, сейчас в клубе сложилась плачевная ситуация с финансами. Денег на продолжение чемпионата России у «Сибиряка» не осталось. Я скажу так, что последнюю поездку мы ездили в долг. Самая тяжелая поездка – это комсомольцы на Амуре и Сахалин. Мы ездили в долг. То есть денег, финансирование неба уже закончилось здесь. Сейчас стоит вопрос, попробуй у нас так. 5-го числа мы здесь проводим еще матч. Если до 5-го числа деньги не находятся, то все. Ближайший выездной матч «Сибиряк» должен провести 11 октября. Если брачане не прибудут в Омск на встречу с командой «Иртыш», «Сибиряку» засчитают техническое поражение 0-3 и наложат штраф. И если и на следующую игру она должна пройти в Новосибирске 14 октября, «Сибиряк» тоже не явится, то команду автоматически снимут с чемпионата с наложением еще одного штрафа. Все это фактически поставит крест на образской команде мастеров. Сейчас в «Сибиряке» ждут, что скажет губернатор Иркутской области. Руководство клуба надеется, что Сергей Ерошенко окажет поддержку команде, в том числе и материальную. Слышите этот звук? Это сигнал «Внимание всем». Кроме нас с вами пока его никто не слышит. Такая вот магия телевидения. Согласно инструкции МЧС, услышав этот звук, нужно включить телевизор или радиоприемник на полную громкость и ждать дальнейших указаний. Сегодня мы вышли на улицу Братска, чтобы узнать, что будут делать брачане, если вдруг услышат сигнал «Внимание всем». И вообще, готовы ли встретить чрезвычайную ситуацию во всеоружии? Уже готов ответ? Да, сирена, да. Воздушная тревога. Нет. А ваши действия какие при воздушной тревоге? Не готова ни к чему. Дома буду сидеть. Я думаю, если бы кто-то голосом еще сказал, что вот что-то делать, наверное бы. А так будете сидеть и ждать, пока скажут? Ну почему? Ушла бы домой, да и все. Обычно собираются в группу, чтобы укрыться в убежище, либо еще где-нибудь в лесу или где-нибудь, чтобы тут же, либо в воинской части можно. Там же есть все равно подземные хранилища еще. Ну, оповещают, что это какой-то, ну, как бы сказать, не, я не... Бежать? Я не знаю. Далеко побежите? Да. До дома. А если дома услышали? На улицу побежим. Так и будете бегать туда-сюда? Да. Пока кто-то не обратит на нас внимания, не скажет, что вы дуры. Мы должны объявить, куда бежать, куда идти. Обычно раньше так вот, что звук будет такой, и потом сбор где-то, туда бежать. А где объявить-то должны? Как где? По радио, по телевизору. Я знаю его. Вы знаете этот звук? Конечно. Где вы его раньше слышали? Так я же живу вон, на автостанции, возле БЛПК. И БЛПК постоянно кричит. Я здесь живу уже 30 лет. И он 30 лет кричит. И что, как-то вас не тревожит то, что он кричит-то все время? Я уж привыкла. Ну, это сирена. Да, это сирена. Выйдем на улицу. Мы радуем, команду было выполнять. Будем на улицу. Когда работала, у нас постоянно эти были занятия, учеба. У нас каждый сотрудник об этом знает. Вы не знаете, как к ближайшему бомбоубежищу пройти нам? Ближайшему? Не, не знаю. А которое подальше может быть от этого района? Не, не знаю. А вообще знаете где-нибудь хотя бы одно? Нет, не знаю. Спасибо. У нас даже туалета-то нету в городе. Не том, что бомбоубежище. Бомбоубежище, я знаю, что было. Я на Бразе работал. У нас в каждом цехе бомбоубежище. А потом их разбомбили. Наверное, тревога какая-то. Сваливать надо. И куда же ты будешь сваливать? Не знаю, в другой город. А куда бежать-то? В лес. Ну, слушай этого звука. А куда бежать-то? Ну, я вам тайну открою. Никуда бежать не надо. Надо включить телевизор, радио и слушать, что там говорят. Что говорят? Да там много чего говорят. Вон сидит Путин. И такая бумажка у него. И сидит, читает. А там перед ним куча народа. Ну, раз прочитал, выключили. И все другое ставят. Александр Луновой по кличке Шурик. Через два года закончит универ. Женится. Станет директором крупной фирмы. Заведет троих детей и шикарный особняк. Денис Иванов по кличке Рыжий. Через пять минут выйдет на трассу. Разгонится до 120. И погибнет в страшной автокатастрофе. Жизнь или скорость. Сделай правильный выбор. Воспользуйтесь одним из самых приятных и самых красивых способов борьбы со стрессом. Аквариумы и аквариумные рыбки наполнят ваш дом или офис гармонией и спокойствием. Комплексное обслуживание от установки до оформления и квалифицированных консультаций. Отличный выбор и очень приятные цены. Магазин «Зоотовары» по адресу Южная, 103. Телефон 28-3153. По сообщению синоптиков, в субботу в Братске облачно с прояснениями небольшой дождь и снег. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0,2. Днем 0,2 градуса. По сообщению синоптиков, в воскресенье в Братске облачно, временами снег. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 1,0. Днем 0,2 градуса. По сообщению синоптиков, в понедельник в Братске облачно возможен небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 1,1. Днем плюс 1,6 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Движение с допустимой скоростью – залог безопасности.